То есть страна полчища отбеливателей кругом, воров, брехунов, лжецов отбеливателей. Я бы хотел сказать, что у ламы маршера Умунупа, там так сказано, что... Итак, все меньше и меньше. Человека дней, а теперь уже человека часов, времени остается у пласта, у пластуни в Харьково, чтобы оставить за собой опинию, бренд и мнение окружающих, общественности, как о достойном, молодежном объединении всеукраинском. Потому что это же пляма на всей Украине. Потому что когда организм заболевает, то все эритроциты, лимфоциты, все бегут, 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 его выручать и гнать эту болезнь, гнать, гнать сепаратизм, там и то, и сё. А что делали фельдмоноциты в это время? Они продавали методично, меритарично нашу ныньку. Что пришлось ампутировать Донбасс, Крым после этого. И вот на сгарыши Донбасса и Крыма, тех, кто предал, на сгарыши тех предателей, кто предал нашу ныньку Украину, будет приниматься пластом проукраинским Харькова присягу у тех, кто зрадовцю ныньку. И не покаялся за это. Он никогда не помогал украинской армии никогда. Наоборот, печатал буклеты, атласной бумаги на атласной бумаге, дорогостоящей, на которой на один только вот этот экземпляр можно было бы былызну. Бойцам, я уже не говорю добровольцам, добробатам купить, просто даже за ИСУшником, нет. Он помогал только беженцам, что тоже позитивная вещь. Но как можно помочь беженцам? Только через армию. Так можно помогать беженцам до чего? До Урала? Нет. До Львова. Так, по времени, ампутируя, сдавая-сдавая территорию Украины, ну, беженцам помогают. Сегодня на Донбассе, завтра в Ривно, послезавтра Львов и так далее. Ну, а буклеты-отчеты были созданы Фельдманом в 2014 году, в которых он отчитывался о том, как он помогает беженцам. Очень красивые, иллюстрированные отчеты, где копеечка до копеечки типа сложено. Ну, ни слова там о армии, я уже молчу о добробатах Украины, которые погибали за этих беженцев. То есть, вот этот мандривник, путешественник Фельдман, не политик, конечно же, потому что он следует за своим бизнесом, с баулами. Куда бизнес, туда и вин. Будь яка цила политична, будь кто приды, вот там он за своим бизнесом и пиды. То-то он не то, что там думал, он просто полагал и надеялся, что если он будет вот так себя вести, значит, ну, пока красные, потом белые, белые и красные, покуда украинцы тут будут помогать переселенцам, а вдруг власть поменяется, придет российский сепаратизм сюда, то я, значит, к ним переметнусь и все так и останется шито-крыто, типа под своих закашу, типа я же помогал вот этим беженцам своим, значит, то есть его, вот эти миски, порабощенные каббализмом, дьявол оставляет человеку только черепки, забирая его душу, духовность, интеллект. Он даже не думал, он надеялся и полагался на это. Выходит, его каббалистические мозги, порабощенные вот этим дьявольским интеллектом, отказались думать в самый ответственный момент. И теперь он это собирается отбелить и скомпенсировать через детей, через пласт, обманывая их о том, что он, типа, значит, уже, типа, все нормально проукраинский. То есть дети будут давать присягу еще, кроме всего, этого тупости. Тупости. Простой, как дьявол, битые черепки оставляет человеку. Вот такой тупости. То есть его каббалистической дурилке, картонной было невдомек явно, явно, что вместо пожалеть и сказать, что, о, свой парняга, фельдман, давай, давай, сейчас мы тебе наскирдуем тут, награбим, еще и тебе принесем. Сепаратисты российские. Казачки. Ростовские. Кадыровские боевики. Да. Скорее всего, они просто бы, ну, не то, что отжали, просто бы вошли бы и забрали. Иди гуляй, значит. А что он сделает? Да ничего абсолютно. Бизнес. Вот этот дом, в который мы приезжали с Автомайданом, с Евромайданом. Говорили, почему же ты, фельдман, не помогаешь армии? А он, я помогаю беженцам. Буклеты показывал через мальчика своего. Которому он тоже деньги платил, естественно. Потому что, как секретарь. домища огромные. И тому подобное. То есть, удрать с этим активом он не может. Ну, как он удерет с половиной тогда оставшиеся еще после ГЕПа, у него пособирали оригиналы, Барабашова. А он что, и тут Барабашова на самолете куда-нибудь в Луч, в Польшу, или куда-нибудь там на Краковский рынок, или еще куда-нибудь в Европу, да, перевезет и будет там же торговать так же, как и торговал. Естественно, что это такие активы, которые нуждаются в том, чтобы был постоянно базар и тому подобное. Иначе, выходит, просчитался, а теперь отмывает свои просчеты. А во время казачков бы его просто, если бы он начал там возбухать, вольнули бы, еще бы на месте, там, где вольнули, оставили визитку Яроша или правосектора или еще кого-нибудь. Сказали, что это они. чтобы самим отбелиться. То есть, страна, полчища отбеливателей кругом, воров, брехунов, лжецов, отбеливателей, своих грехов полностью. А пласт для замазывания этих грешков. Жесть. Бо, как мы знаем, и видим, и вообще, у молодых свои закончики, закончики. Они хочут конченец, закончики, иногда, но это закончики. Свои правила, поведеньки, спеклевания. Я уже не помню этих правил, потому что у нас в наши совковые часы, время, не было майже молодых и законов молодых. був, був, только суцильный совок. Спасибо, партия родной, за наше счастливое детство. И все. А тут у молоди появляются свои национальные черты, характеры, там, разные. И он общаются, там, молодь Азова, молодь правого сектора, соколы, трезубы, будь-яка молодь, они там с собой встречаются. И когда прийде какая-то молодь с фельдпластом, то они могут так «Вау, привет, привет, там, проливали, там, как справа, так, нормально». И молчанка. А что дальше? Почекают, когда они пьут, тие фельдпласти, чтобы начать разговаривать. А кто-то там запитает их, там, из иного места, там, из Львова прийдут, запитают, «А что это? Кто это?» «Та это дядь из фельдпластика, распни его, распни». «А что таке? Где они принимали этих присяг? Ну, сейчас тебе расскажу. Я уже не буду на камеру рассказывать, кого у этих. Дети сами расскажут. Распни его, распни. Фельдпласт, зрада, региональовская и эксетра. И молодь, я понимаю, что она не хочет быть таким релегатом, преступником, таким челядником, челядником, на который на это все напавают батьки. Кажут, так, разговорчики настрою, пошла, пошел до Пласту, до фельдманюков, там будет, как я сказал, сказала. фельдман, так что, к сожалению, но дитям старый, 18-19 столетий, способ это негласная забастовка, або поргелу нажраться, и обрискать всю парашу, чтобы смердило, так что, какая там присяга, або что-то деликатно захворить, накашлять, або еще что-то придумать, только не каличить, не дай Бог, из-за челядных батьков, из-за зрадников, не дай Бог, молодь, это наша украинская, ее нужно напавать, на путь истины, а не каличить. Что-то придумать, такую херню, ну, где-то мы с вами, батьки, но, бачите, уже не можем, ну, вот это сталося, все, никуда, уже электронику далеко не идет, не на який пласт, так, пойдемо, честь, але не на таку важливую национальную речь для Украины, как присяга, так, чтобы батьки фельдпласт не пройде, давайте нам что-то еще пропонуйте, шукайте будь что, хоть на крышу, хоть в подвале, будь где, только не там, только не сганьбите, свое сумление, свою украинскість, на все життя, чтоб не тыкали пальцем, не плямали, пятно, чтоб не лежало, на молодій, украинській, растущем поколенні, то есть, что у нас выходит и получается, что фельдман до сих пор не перед страной, не перед Украиной, не перед всеми гражданами, которых он зрадов, не покаялся, почему? Потому что у многих у всех, потому что у многих у этих у всех есть только желудок, чтобы кушать, но нет ни мозгов, ни души, ни ушей нормальных, чтобы слушать эти покаяния, кому он будет каяться? Он может показать денежку, баблявечку с бабло, и все слетятся на его бабло, а не на какие-то там покаяния, кому они впали, его покаяния, так же, как и всем, кому впало вообще все, кроме бабла, кроме своих эмпиричных интересов, жрать, срать, жрать, гадить. Выходит, если это фельдману пофиг, таким же ватникам другим пофиг, и пласт недалеко от этого очень близко стоит практически то же самое и выходит, получается, что они просто бренд, титул, там, печать или еще что-нибудь, этого пласта настоящего стыб сделали, стали поддельным пластом и зарабатывают на нем бабки на фейковом пласте, отбеливая вот таких вот фельдманов и других, это только начало, для отбеливания, через детей своих отбеливает, это ж подлость, минимум как, выходит, фельдман не помогал ни армии, ни добробатам, а пласт его отбеливает, и выходит, что это получается из этого всего, что это не пласт, а пейс-пласт, фейк-пласт, фельд-пласт, что угодно, ну, не стоит тогда и называться пластом, носить униформу этого пласта, за который кровь отдавали бойцы. пласту, молнии, Я хочу вспомнить, что у них Джоумин Буш, губернатор, сказал в 90-х годах такие слова. «Украинцам до влады не пускать». И это очень дает сегодня.